Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Нам предложили тему одну, вопросы, пожелания, события дня, Колесникова Николая Анна. Но я их не могу найти. И задавайте вопросы. И вот мы каждый день выставляем уже 22-е. Но сегодня мы за 2-е число, сегодня 3-е воскресенье. И вот тут изменения какие. Мне обычно... Считай дальше, я пояснение буду давать. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассникам и из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. А потом возвращаемые ответы к вопрошателям. Теперь видны на нашем видеоканале. Восцепи Библии открытым оком в теме «Вопросы, пожелания, события дня, задавайте вопросы». Вот теперь смотрите. Вот это наш форум, на который отсылаем. Это очень... Ты маленько, чуть подальше, а то мешай. Не, нормально, нормально. Подожди, маленько. Ну, знай скамейку маленькую. Чуть-чуть нормально. Чуть-чуть боком. Вот так. Нормально. Смотри. Православный форум. Вот сюда заходите. Это 1580 тем. Обширнейших тем. Прямо сюда заходите. И вот здесь вот первое новое сообщение покажи. И вот только нажал, и сразу как раз здесь. Вот они здесь вопросы. И вопросы здесь 327 страниц по вопросам. Уже тут сколько просмотров было? 77 тысяч. Это самое посещаемое. Это тоже предложил один человек. И говорит, сделайте так, чтобы... Вопросы. Вот сколько у нас людей тут было. Теперь, чтобы не ВКонтакте вставляли, а прямо сюда заходили. Потому что модераторы не всегда могут где-то задерживаться. Там что-то кому-то мешает. Я видел, как блокировать начинает. Ну, всякие пакости делает. Здесь оно вроде попроще. Хотя я еще не разбираюсь тут. Значит, на это надо обратить внимание. Перейти сюда. А потом какая тема нужна? Вот написано общий поиск. Вот где. В этой же строке. Прямо под куполом здесь. Главное, это новое сообщение. Это на первую страницу вы видите. И второе вот здесь. А когда зайдете, просто зарядите в Google или в Яндекс. Вопросы Игнатий Лапкин. Сразу зайдете. Сразу. Форум наш. Он не для спора. Потому что тут слишком много материала. Пришел, занимайся. Гляди на это дело. Сделай там свои, какие у тебя есть желания. Дальше. Объявление. Даю же они один раз. Уже один человек прислушался. Один. Потому что объявление с просьбой помочь. Объявление. Уже не первый год. Меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое, но точное описание. Что на нем есть. Для облегчения поиска нужного ответа. Потому что, когда говоришь, тут много какие темы. Говорят, ну мне вот надо сейчас, конкретно надо. Переехать в деревню. Где у вас про это считать? Не знаю. Другой сейчас говорит о том. Я не знаю, как правильно воспитывать у меня девочка и мальчик. Мальчик большой, а девочка совсем маленькая. Все-таки мне очень трудно. Где? Каждый раз я должен отвечать. А он сам бы нажал. Ага. Книга открытый боком. Четвертый том. У меня все там сказано. Вот о чем бы не спросил. Это все есть. У меня 38 книг только в бумажном варианте вышло. И еще там 3, 4, 7 томов. Каждый том по 752 странице. Которые в интернет-наверсии. На нашем сайте. На нашем сайте. Кто спросит, а где они найти? Ну я сразу здесь. Что-то не могу. Где это? Где наш сайт? Вот тут плюсик. Давнем мы. И сразу покажем. Вот наш сайт. Во свете Библии. Православный библейский сайт. В Яндекс зарядите там где. В Гугл. Все. Вот здесь книги слева. Все книги. Ну и дальше тут объявления. По деревне. Ну о помощи. Наткнул на это православный форум. Вот здесь вот только надавил видеоканал. Ну очень удобно сделано. Вот здесь новый завет с толкованием. Трехтомник у меня. Для слова Божия не туз. Это автобиографичный христианин. На воле и вузах. К истинному православию. Проповеди. Проповеди. Там 1300 проповедей мои. Которые я в храме говорил. А вот здесь ответ на вопросы. 4124 вопроса ответа. И 55 папок. Ну что тебе? Русский язык. Священство. Там что? Семья. Ну по алфавиту. Вот только воткнул. Ну любое. Государство и правительство. О интересная тема. Вот. И сразу идут одни вопросы. Какой том? Это из книги «Открытым оком». И что? Как? Как победить тяжелый порог малодушия? Малодушия. Вот я вот икодавнул. Вот он теперь ответ идет. Вот жирным курсивом это слово Божие. Видите какие ответы? Ответы по слову Божию. Для православных это вообще вещь неслыханная. Нету в интернете вообще этого. Он начинает говорить о чем-то где-то как-то. У нас на основании Библии. Все на основании Библии. 4 тысячи по православному на святых. По четырем параметрам ответ дается. По Святой Библии полный 77 книг. Дальше. По Святым Отцам. А это 300 томов палеантов. Это надо откуда выбрать по тематике где-то. Жития святых 12 томов. И каноны церкви. Ну минимум 719 правил. И они все здесь вставляются. Что именно? Ответ полный спорить не о чем. Ну любой, что бы ты ни спросил, здесь ты найдешь ответ на это. Ну сейчас я... Все так плохо у меня продвигается. Назад вернул. Вот все. Здесь большое аудио. 50 книг начитано. Я начитывал еще до перестройки. Меня сажали за это. 50 книг. Это 12 томов Иоанна Златоуста. Вот. Звук и видео. Тут фильмы, которые они снимали. Ну не представь фильмы-то. Государственные. Государственные судьи. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Значит. Ну не те, которые сейчас вокруг моей колокольни визжат, бегают. А патриаршие, называй, кодлы. Ну другое. Ты ни разу не видели. А это жили здесь люди. Приезжали профессора. И кого только не было. И вот фильм. Второй фильм поставили. Златоусы с Потеряевки. Занял первое место в России среди документальных фильмов. Православие. Что-то это значит. Нет. Ничего не смотрят. А одно только. Потоком идет страшная зловонная жижа вокруг нас. Но это благо. В судный день. Господь все это подведет итоги. И вот они что? Кому принадлежите? И тебе зачем? Я папе римскому принадлежу. Ну успокойся. Я нынешний заезжал к обоим папам. Был в Риме. Мы католики. Ну и все на этом. Тебе какое до меня дело-то? Не нравится. Ну я григориан и армянин. Мне очень хорошее отношение с ними. Ну не нравится. Я к филляндской православной церкви принадлежу. Ну успокойся. Ну прямо бешеную слюну испускают. Еретик. И там предатель. Даже страшно считать. И кто? Все патриаршие до одного. Это система. Я все вспоминаю. Последние почти беседы. Ходили с нашим епископом Евтихи. Мы у него заезжали. Курочкин. И он у нас был 13 лет епископом. И он говорит. Вам никогда. Мы сидели. Там два епископа. В епархии местной. Никогда не обвините Игнатия, что они православные. Он супер православный. Это говорит епископ. Который пил. Ел. Спал. Жил с нами. Никогда в глаза не видели. Просто я в миссионерский одел. Там кызыл какой-то. Шпана подзаборная. Через день вас нигде ветром сдуло. И все. Полумертвых всех поднял сатана. Ну мне-то от этого не худо никак. Я благодарю Бога. Ну просто маленько. Говорит. Ну остановитесь. Страна на грани катастрофы стоит. А вы друг друга поедаете. Звери кровожадные. И попы одобряют это все. Только первый раз увидят меня. Глаза вот такие вот делают. Кровавые. Кидаются как медведь. Говорят. Медведицы решенные зверей. Чем я вам не угодил? Вы будете искать каждое слово, что сказано здесь. Говоря вам правду. Я сделался вашим врагом, как Павел говорит. И вот здесь звук и видео. Вот только нажал. Вот оно все идет. Двенадцать томов златоуста. Жития святых. Двенадцать книг насчитано. Жития святых. Златоуста по сей день в интернете нигде нет этого. Это только у нас. Тяжеловесные такие. Вот я открыл жития святых. Из двенадцати книг. А в каждой книге месяц один. И числа. И в каждое число количество святых каких-то. Бывает первый век, пятый, десятый век. Я выбрал из двенадцати томов первый век кто. Это труд. И вот насчитано. Вот это сейчас. Сколько она? Вот один файл. Это два часа, кажется, пять минут. А общая катушка. Это катушки были. Вот век первый, век второй, век третий. Вот. Ну и что? Ну вот и все. А вот это каталог. Вот. Жития святых зайдете. Вот только нажал. Вот. Первый век. Первый файл. Какое житие? Какого числа? Как длина какая? Сколько страниц это житие? Ну посмотрите, я буду передвигать только. Посмотрите, какой труд. Его нигде в интернете нет. Не открывая книгу, ты можешь сказать, в каком веке она. Это история церкви. Ее тоже никто не составлял. Это Бог положил мне на сердце, и руки язык это выполнили. Прежде чем насчитывать, я благословлялся. Во время поста объявлял говение. Усиленный пост не пить и не есть. Еду к митрополиту, тогда он был архиепископ Гедион, благословляюсь. Ни на что не смотрят. Ну маленько остановитесь, пока еще есть возможности. Посмотрите, я передвигаю. Посмотрите, вот это все житие святых. Файл это означает катушка. Это файл, это сторона 1-4. Вот она. Я только передвигаю. Вот что тут мелькнуло? 6 век. И так идет до 20 века. Ну нет нигде в мировой сети этого. Ну оцените хотя бы. Легко найти. Житие святых были щитименее настольной книгой. Библии-то не было в России. Точно так же с Блатоуст. Точно так же 5 книг добротолюбия. 4 книги Дьяченко. Тут мои беседы с Александром Менем. Ну все абсолютно здесь есть. Ну остановитесь. В чем обвинять я во всем? Такое и есть. Вот такое и есть. Негодяй там, предатель, сотрудник Гитлера там, с РУ там на меня что-то не наклеивают. Да, я с мусульманами друг. Они меня спонсируют, книги издают. Ну успокойтесь. Ну возьмите, что вам дается. Занятие по изучению Библии. Тут море информации. Море. Просто море. Это тяжеловесный сайт такой. Кто начитывал, как было, как это арестовывалось, как мы хранили, как заново цифровали. И все пришлось делать самому. О, вы о себе говорите. Ну ты это делал. Не я. Ты кто говорит мне, ну ты это делал. Ты делал. Ну успокойся ты. Ну не беснуйся. Вот каждый день матерками просто кроют. Обезумели. И попы благословляют на все это. Православные. Поверьте, 17-й год у вас где-то рядом. Будто вы новое будет забучено, если не покаетесь. Остановитесь. И вот сейчас мы посмотрим, вчера какие были известия. Правда, вот я еще показал. Вот этот. Вот что интересно. Вот здесь вот колокольчик идет. Вот это наш православный видеоканал. Туда мы выставляем. Больше 4 тысяч роликов наших. Это тоже что-то стоит наших. По тематике. Плейлисты. Посмотрите. Вот плейлисты. Нажал. Нашел. И вот здесь вот всегда появлялись. Кто какие вставки делал. Там комментарии. С вчерашнего дня не стало. Вдруг. Встало вот Google. Войдите. Ни рамки никакой. На ее нажимаешь. Ничего не работает. Я прошу помощи у всех. Расскажите, что это такое. Что это система это сделала. Или это новое ввели. Уже второй день это дело. И поэтому сегодня я не могу ответить ни на один вопрос, который был на нашем, ну по православному форуму. Перестало работать колокольчик, не работает. То есть работает может быть, но мы не можем войти туда. А в два дня это много людей приходило. Я их озвучивал эти слова, давал ответы. Вот. Теперь. Дальше. Что нам нужно? Объявление. Просят составить. Отвечаясь. Не справиться с этим. И начните работать. По содержанию. О чем в этом ролике. И на какой минуте это было. Вот об этом коротко хотел сказать. Уже один человек начал работать. И мне скиньте, а я под этот ролик поставлю. Ну сделайте ради Бога, прошу. Ну перестаньте вы, что не надо делать. А за каждое гнилое слово придется отвечать. Злобиться. Ну как же ты молишься? Ты явно что не молишься. Даже на тебя кто-то что-то имеет. На тебя даже законно-незаконно. И то положить дар, если возможно, с вашей стороны. Идите, примиритесь прежде. Молитва это дар Божий перед жертвенником. Вот вчера мне что пишет. Теперь уже день прошедший. Мир вам, Игнатий Тихонович. Святое Писание. Это непоколебимый. Я не написал, кто сказал. Это Матюшин Алексей из Казахстана. Да. Авторитет для христианина. Непоколебимый авторитет для христианина. Дальше. Бытие 1.16. Этот стих указывает, что Бог создал два светила. Большие для управления днем. И меньше для управления ночью. Почему так упорно люди в том, что придумывают зависимость своего самочувствия. Вы вчера не читали это? Не помнишь это? Не помню. Ну вот, я тут мог и перепутать. Дальше. От полноты Луны. При этом утверждая, что Луна не Божие творение. И как ни странно, что даже врачи поддерживают всю ее выдумку. Спасибо, Иисус. Я вчера это было, говорил. Поэтому полнолуние беснуется, сатана делает, чтобы люди хулили творение Божие. И он затос объясняет. Дальше. Это кажется не Матюшин говорил, кто-то другой. Александр Марьяцов. Еще у меня к вам второй вопрос. Есть ли изменения в литургии? Это тоже было. Это было. Вот видите как. Ну вот отсюда, наверное, где-то. А вот отсюда надо. Александр Лобачев. Как вы говорите, что в один день Господь все покончит. Как карточный домик сгорят их замыслы. Я в ролике, где вы втроем беседуете, Козлов и Андрюсенко. И вы. Мне он очень понравился. Храни вас всех Господь. Аминь. Мир вам в России. Выпустили телефон для мусульман, где содержится расписание пяти намазов. И Коран на арабском и русских языках. А также еще четыре перевода. Пользуются спросом. Уже оценили. Вот. И дальше. Даже не верь ты мне, когда я просто говорю тебе о нем. Ваши буквы. Если на слова мои не будешь иметь доказательства из божественного писания. Ибо спасающая нас сила веры зависит не от выбора слов, но от доказательства божественными письменами. Вот от чего. Кирилл Русалинский. А это тот сказал. Ну а почему ты не православным такой мусульманам? Ну русским давайте. Как молиться? О них не молится никто. Ну сравните себя с другими народами. Главное, самое ценное мусульманам намаз. Молитва. Пятикратная. В России это никогда не было. И это невозможно сделать. Даже у нас. В общем мы не можем это сделать. Кто-то на работе не принят. А я буду молиться. А что будет? А там все сразу раз. Все стали на молитву. Это невозможно. Я сказал, когда, говорю, с Евтихием мы были. Не закончил то. И он ходил, долго говорил. И видимо его, это система. Система это страшное дело. Система. Человек хотел бы по-другому. С работы уволят. Преследовать будут. Система. Он в этом винтик. И он обязан это делать. Преследовать. Говорить и делать. Я это называю системой патриархийной. Вот как один. Сказали. А то. Все. Свора уже бросилась. И дальше. Алексей Матюшин. Не надо с веры христианской делать архисложное математическое уравнение. Христос принес учение от Церкви Божьей простому люду. Простому люду. И вот эти разные протестанты, они это поняли. Еще что? Рыбакам, грузчикам, сварщикам и так далее и тому подобное. Мы идем по той же пустыне, что и евреи. Вместо Моисея Христос. Навигатор Новый Завет. В обетованную землю вошли очень и очень мало. Может 5%. Видимо и христиан спасется столько же. Нет, это поменьше. Так. 5%. Это много. Вышло в 600 тысяч. Ну кто-нибудь математически выкладку сделайте. А вошло 2 человека. Ну тут не процентов нет, а процентов 0,001. Ну 2 человека на 600 тысяч-то. Ну на миллион. Три вошло вещества. Ну на миллион 4 человека. Это воля Божия. Поэтому нет. Для нас много, там то другое. Для Бога множество. Это бактерии. Это бациллы как будто бы. Пихнул как будто не лазарил в песок и никто не спросит. Я Бог. Я делаю так как хочу. Почему? Усомнились в силе Божией. Только и всего. Они усомнились. И поэтому перемер на то поколение. Новое народилось до 20 лет. Тех Бог ввел. И так Россию Бог эти 25 лет вводит здесь. И пока не перемрут все эти коммунисты и прочие. Которые не туда идут. Если мы платим налоги и выше 10 процентов, то это грех на тех, кто их налагает. Всякая власть от Бога, кесарю кесарю. Абсолютно правильно. А то там один ролик мне дали. Ну и Демидов, Роман. Ну и говорит о том, что если больше 10 процентов, это власть грабительская. Надо вроде бежать оттуда. И писанием подтверждать пытается. Нет. И все говорят. Ищите прежде Царствие Божие. Остальное приложится вам. Нет остального. Все сие. То есть пище и питье. Дальше. Владимир Харин. Смотрел ролик болтовника Злова и Ситникова. У меня несколько знакомых иконописцев. И все за МП держатся. Боятся слова правды сказать. Бизнес потеряют. Они православие не нюхали. А на равных говорить хотят с вами. Это равносильно, как в тюрьме обиженный бы бродягу жизни учил. Вот так. Дальше. Вы приводили чьи-то слова известных людей и относили их к себе именно. О чем и кто говорил и когда. И почему это должно относиться только к вам. Обычно то, что сказано в Писании, это относится ко всем же, а не только к одному. С Рождеством Христовым всех вас. Ну, в первую очередь, если Библию считаешь, ты все должен к себе прилагать. Иоанн Златоуст говорит, все, что ты ешь и считаешь, есть в Писании присваивай себе. Вот Агнец Божий берет на себя грех мира. А ты скажи, Агнец Божий, который берет мой грех. Вот у протестантов, у баптистов это поставлено так. Это личный мой спаситель. Личный мой. Слово личного. У православных нету. Ой, лично сказал. Это баптист. Так это и надо говорить. Не просто спаситель. Господи помилуй, а Господи меня помилуй. Вот Сын Божий пришел спасти грешников. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Верующий это я. Всякий верующий в Него. Всякий это я. Моя фамилия, имя перед тобой, Господи. Надо присваивать. И так же, что святые говорили, а если ты не присваиваешь, а просто отвлеченно, аморфно, ничего нигде нету. Вот нападает, я там говорил, Сергий Строгородский, митрополит. Он не друг мне, тем более расстояние между нами. И он вообще не популярный среди зарубежной церкви. Потому что он ввел вот это предательство главное. Уступку власти. Вашей радости, нашей радости. Коллаборационист. Это полный, не конкордат, а полный, абсолютно распластался перед властью. Только спаси структуру церкви. Она не нужна никому, эта структура. Церковь спасать. Да не мы церковь спасаем, а Христос нас в церкви спасает. А он был даже не заместитель. Когда патриарха Тихона готовились арестовать, они тайно рукоположили несколько заместителей, которые за ним будут. Местоблюстители так назывались. А вместо блюстителей, каждого, допустим, троих избрали. Там Агафангел, Иосиф Петроградский. У них были заместители. Так Старогородский Сергий был только заместитель. Восхитил эту власть при живых. Но я не об этом сейчас хотел сказать, а именно их слова. Я прочитал, я понял обо мне. Но если ты понимаешь, скажи это обо мне. Но только не луковь. Ну вот я беру эти слова и показываю. Читай. Подобно тому, как древнему Исраилю посылает Господь судьи и пророков. Товки церкви своей моменты чрезвычайны. Он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности. Как бы пророков сильных духом и вероем. Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебных рамок. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей. Дело их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и церкви Божией. Митрополит Сергий Старгородский. Старгородский. Так вот смотрите, древнему Исраилю посылал Господь пророков. И так же в церкви своей. Тут понятно, как бы, исключительно благодатной одаренности. Я так и понял, мне Бог дал видеть то, что скрыто. То есть не то, чтобы я хотел показать себя, а я видел, что тут не хватает канона Андрея Критского. Все считают, но это не день, не два уже, 1200 лет. Я понял, что канон составлен на первой ступени. Я стал узнавать, а почему канон Андрея только помилуй, помилуй, нигде благодарности нет, помилуй-то. Оказывается, он, как архиепископ, подмахнул, говорится, подписал подпись свою Анапиму, Шестому Вселенскому Собору. Так он еретик самый настоящий-то. А потом пришел в разум истины, и он всю жизнь скаялся. Вот Давид согрешил, своим женам у соседа отнял, у своего охранника, а его убил. Два смертных греха. А теперь Бог высек из него 50-й псалом. Помилуй меня, Боже, избавь меня от кровей. Вот примерно такой вот покаянный канон Андрея Критского. Я тогда решил, а там больше 250 этих событий библейских он перечисляет. Эти события все оставить, но только возвести на вторую ступень, повыше. Этот канон для оглашенных. Повыше, то есть благодарение. За то же самое благодарю. И третья ступень, аллилуйя. Слова-словия. Возвести этим же каноном и считать на три части. 1200 лет никто не додумался. А почему вы это именно, почему до вас никто не сделал. Я не знаю почему, но я знаю слова, скажу, которые раздражат. Я отвечаю, потому что я еще не родился. А это назначено мне. Обычно посылают людей исключительно, я этого не могу сказать. Как бы, сильных духом у веры, да, у меня большая вера. У меня нет официального назначения. Я знаю, люди очень хотят некоторыми священниками быть там. За мной, я не гонялся за священством. За мной гонялись епископы. Я бы был давно епископом. Никакого секрета нет. А я только чтец, чтец всего лишь. Ну, чтец был Ездор, самый любимый мой. Неканонизированный, к слову сказать. Это единственный человек, который сделал то, что ни один в мире не делал. Я попутно об этом сказать. Особой одаренностью. Чтец всего только был. Вывел народ из плена. Это мало? Но это не все. Он собрал книги Ветхого Завета в этот свод, Ветхий Завет. Это его труд. Это не все. Он отстроил ворота, стены, храм, Иерусалим. Но это еще не все. За каждым, который что-то делал, Соломон написал. У него четыре книги написаны. Вторая, третья, Ездор. Там где-то... Это две книги, это Соломон. В Библии эти книги, его книги. Первая, вторая, третья. Книги Ездор. Три книги даже. Три. И самое главное, что за ним нет ни одного проступка, как за Давидом, за Соломон. Ни одного. Он сделал полный развод в стране с иноземками. Отправил их. Полный развод. Вот ЗАГС и Трясло в то время. И его нету в счастье святых? Нету. Я с кому не обращаюсь? Ну почему нету Ездора? Нельзя назвать ребенка. Нельзя. А какой-то монах там Тараси держал при себе одного льва, занозу вынул, он ему стал служить, возил. И больше ничего не было, ни одного человека не обратил. Да и лев-то был самоубийцей. Он когда умер, лев поднялся, ударился и умер. Кого он воспитал-то? А Герасим, тоже Герасим, Петрович Павский, переводчик русской Библии. Его нигде нету. Притом не просто переводчик. А это ученейший человек, воспитатель царских детей. Я попутно говорю. Вот. Восставляет Господь, не имея официального значения, ко мне относятся, у меня нет. Самим делом выдвигается из общей массы. Да, выдвигается. С первого дня, как я уверовал, я ничего не добиваюсь. Говорю, и все время выдвигают. Выдвигаю не я. Бог выдвигает. Какое бы ни было, конгресс, конференция, коллоквии мы собираются тут. В Барнауле меня всегда приглашают, официальные приглашения. Мало того, за мной приедут. Значит, они меня выдвигают. Не я. Чтобы я там выступил, сказал слово. А у меня ни образования, ничего нету. Совершенно. Дальше. Предводительство не имеет официального характера. То есть, никакой структуры церковной здесь нету. Ни на какого епископа нельзя сослаться. Прямо умирает. Им нужна какая-то крыша, чтобы над ними был. Первого апостольской церкви не было. Где шли, проповедовали, ставили пресвитеры, шли дальше. Был, не был епископ. По личной, внутренней, духовной предприимчивости. Я понял это обо мне. Ты понял? К тебе. Но не умирай от того, что я привел к себе. Дальше. Еще один человек нашелся. И звать его Митар Тарабич. Ну, Сергий, понятно, жил во времена Сталина. А этот жил, серб. Умер еще в 1899 году. Вот считаем его слова какие. Первое. В народе. То есть, не в монахах, не в монастыре. Живущем далеко на севере. А всегда север. Это Россия считалась. Всегда толковали так. Появится маленький человек. Ну, куда меньше меня. Я работал дворником, печником. И рост там маленький. Метр семьдесят два. Вес 64 килограмма. Сейчас, может быть, ожирел. Больше стало. Дальше. Который станет учить людей любви и сочувствия. Моя главная тема именно в этом заключается. Вокруг него будет много лицемеров. Ну, вот лицемеры все, патриаршие. Много. И были люди. Они ушли из общины. Лицемеры. Они ничего не хотели делать. Потому что нас три богослужения пропустил. Пиши объяснительно. Иначе я тебя за пределы общины. А мне зачем нужно? Он сразу ушел. И теперь три года не ходит в патриархию. Никому не нужен. У нас десятину платят. От нас люди уходят. Я даю только один наказ. Платите десятину там. Не будьте ворами. Платите батюшке. Если оттуда желают возвратиться, спрашиваем, платил ли десятину. Я там был в патриархии два года. Два года и не платил. Высчитай сколько десятина. Иди отнеси там, где причащался. Не нам. А там мы тоталитарная секта так делаем. Я их зазомбировал всех на это. И он теперь знает, возвращайся или до свидания. Дальше. Поэтому ему будет очень трудно. Почему? Поношение, знатоуст говорит, намного труднее переносится, чем физическое страдание. У него в один день погибло десять детей. Родные, кровинушки. Перетерпел. Жена восстала. Перетерпел. Проказы сатана покрыл. Место свободное. От подошвы до темени головы. Перетерпел. Но пришли три князя, три его бывшие друзья. И стали говорить, мало тебе еще вот это надо, как мне. Покайся, покайся. Ну в чем каяться? Ты кайся. То есть вокруг меня вот эти вот друзья. И они меня поносят. Ну я каюсь, кланяюсь. Простите, в чем? Я не знаю. Ну виноват. Ведение, неведение. У меня в помышлении в воде и в ночи. Прошу, простите. Но вы не ко мне пришли к Богу. Я не отвечаю своими словами-то. Это попы там разные, которые пытаются три минуты ролик. И нагородят, что попало. Ни Библии в руки не возьмет. Я отсылаю к Библии. В каждом томе три тысячи раз посылаю к Библии. Три тысячи. Стихотворение, которое стихами нельзя назвать. Девять куплетов, по четыре строчки. Тридцать шесть. Тридцать шесть мест указывают из Библии. Кому вы пришли? И дальше. Будет очень трудно. Считай дальше. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Вот и так. Истинная благодать. Они православия не нюхали, которые нападают. Они понятия не имеют. Вот какие мне шлют. СМС. Приготовьтесь. Через три дня мы у вас будем. Кто будет? Чего? То есть, чтобы он обратно позвонил, деньги снять. Я их уже знаю. Нету. Теперь через других выходят. Всякие пакости говорят. У нас собрание. А я завтра приду на собрание. А до этого гляжу. Владимир вызывать. Был один с ружьем грозил. Ну, я его убрал просто. То есть, безумие. Выродки какие-то. И все это те, которые чаще причащаются. То есть, не готовы. Чаще исповедуются, чаще причащаются. Главный козырь священства. Почему? Они не могут ни через Библию влиять, никак. А причастия не сделаешь сам. Поэтому, не дам причастия, сдохнешь под забором. Это игра идет. Это не церковь уже никакая. Шалман какой-то. Церковь это любовь. Это что? А вот к чему учить надо. Маленький человек учить людей любви и сочувствию. А здесь какое? Ну, посочувствуйте тем людям, что они с собой сделали. Шестое. Никто не захочет знать, что такое истинная благодать. Дальше. Но от того человека останутся мудрые книги. У меня книги остались. 38 только изданных. Ну, ты к себе все применяю. Это что ты умираешь-то? Ну, и эти места мне скидывают люди. Я нашла, говорит, а у вас написано один-другой. Это даже не... Я не знал даже про тарабища этого. И что? И все сказанные им слова. Записанные и не записанные, что на магнитофоне, где сказал. У меня еще не опубликовано 2500 часов бесед с писателями, с художниками в Москве, там в министерстве, где был. Во времена гонения коммунистического. Это все у меня записано. Как люди обращались с сектантами беседы. 2500, это слова, не книги только. Только пистолярное наследие у меня, я сам переплесчик, реставратор. Сожгли, говорит, две кучи горело, книг переплетенных, моих писем. И освободившись в 87-м году, у меня снова накопилось 77 томов по 650 страниц моих писем. 1200 писем каждый год отправлял. Писем в конверты, которые кладут. И пистолярное наследие. Ну покажите, ваше это или не ваше. Я понял, это ко мне относится. Вот так. Но что позднее? Люди увидят, что обманывали себя. Вот это придет. И вы увидите. Все, которые воюют, я вам не враг. Не враг. Прочитай, что дальше Максим Горький говорил. Есть только две формы жизни. Гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую. Гниение. А мужественные и щедрые вторую. Вот и все. К какому разряду ты относишься? Я себя отношу к первому. У меня ни корысти нету. Ко второму. А? Ко второму. Вот так. Что там? Часы? Ну первое это гниение. Ну я не знаю, не понял. Щедрое вторую. Ну вот я избрал вторую. Ой, сейчас скажут. Ой, он сказал к первому. Ну к первому, успокойтесь. Дальше. В каком году это было сказано? Интересно, Горький писатель. Но он же был еще и поэт. Правда, мало стихов написано. И он к таким людям, которые ничего не делают. А вы, говорит, на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Вот и все. Другим видно, что было, что ты город на вершине горы. Не умирай. И вот теперь посмотрим, какие приходили мне тут известия за этот день. Нет, подожди-ка, маленько пораньше возьму. Иван. Иван Безмещук. Что он пишет? Мир вам. Передайте, пожалуйста, Игнатию Тихоновичу, что я бороду отпустил. Вот, но тут без бороды, не мог сфотографироваться. Слава Богу, Иван. Благодаря Богу за это. Давай. Послушал. Интересно его мнение про епископа Лютеранской церкви Константина Андреева. Вот это сейчас внизу будет. Дальше. Их церковь взяла апостольское рукоположение от старокатоликов. Вот так. Я посмотрел, где он, с кем встречается, его вид, мне все понравилось. Ну, пожалуйста, сведите меня с ним, побеседуем. И вот здесь дели на его проповедь. Так, очень. Очень хотелось бы увидеть беседу Игнатия Тихоновича с этим человеком. Я не знаю, как выйти, но я вообще не имею такой возможности. Выведите его на меня. Я готов побеседовать по скайпу Игнатий, латинский. Игнатий, и после десятирища, и как у, Игнатий, десять, десятка. Он на меня выйдет. Если они получили это рукоположение, для меня это диво. Я об этом говорил. Это единственно правильный выход. Старокатолики, они даже с бородами, я посмотрел, где он с ними. Но, допустим, кому нужно дать рукоположение, договориться, чтобы рукоположение, значит, с толкованием святых отцов. Из соборов правила только те, которые... Ну, обсудить это все надо-то, на высшем уровне-то. Чтобы они это у себя взяли. Нигде не трогать, не поносить догматику. Пусть без икон будет, но иконы, чтобы нигде не называли идолами. Пусть Божьей Матери не молятся, пусть. Но не называть, чтобы в ней там были дети и прочее. То есть, даже нет детского крещения, но чтобы не поносили его. То есть, вот это нужно. Если это у них есть, ну, это первый раз я встречаю такое. Что при жизни моей Бог дал это увидеть. Ну, я просто не знаю. Я прослушал его и мог бы сделать, замещать дальше. Наталья Бант. Мы хотим уехать из города ради детей. Хотя городок небольшой, но школа есть и имеет свое развивающее, развращающее действие. Но не знаем, с чего начать. Время дорого. Дети растут за последние дни. Голову сломало. Думай об этом. Муж предлагает продать квартиру и купить дом в 20 километрах от нашего города. Но тогда не смогу работать. А на одну его зарплату не проживем. Тем более, надо будет строить сарай, сеновал. У нас козы и овцы. Кур думали купить. Ну, когда зайдете на наш форум, вот, ленточный форум, то вот сюда вот заведите Потеряевка. Или деревня Потеряевка. Ну, тут общий поезд-то. И там выйдет все. Снимки и прочее. Но, ну, это же с нуля. Ну, раз это с нуля, ну, значит, надо деньги иметь. Без этого никак. Без денег никак. Устроиться. В смысле, с нуля начинали. С нуля лопата, крапивовую, корчевую. Но сейчас уже есть электричество. Сейчас уже школа есть, церковь есть. Ну, немножко людей есть. Лучшего места для воспитания детей, думаю, я так думаю. И могу даже попытаться доказать. Лучше не найти. Все православные. Все под общим контролем. Рядом 500 метров детский лагерь, 44 года. Деревне 25 лет уже. Земля. Зарплаты вам полные-то и не надо будет даже. Своё молоко, свои сливки, своё мясо, свои курочки, свои яйца, свой огород. Только там что-то где-то... То есть намного-много меньше тратить. Но дети при тебе. Все учителя верующие. Ну, вот я сказал. Дальше. Максим Выгнищ. И как ваша церковь называется? Кто ваш патриарх? Только не говорите, что Христос и так далее. Протестанты тоже считают себя христианами. Ну, только не говорите. То есть он ограничил меня. Я могу называть, кто, кому я молюсь, что. Но только не Христа. Ну, впереди там написано, говорит. А я Полосов, я Павлов. Ну, я посмотрел, кого избрать. Ну, считай так. Максима вызвать. Максим, ну, мы Павловы. Ну, ты не удовлетворишься. Чтобы тебя успокоить, скажусь. Мы с сегодняшнего дня католики. Ты же не успокоишься об этом. Я назову патриарха. Каждый день молюсь за патриархи Кирилла. Но это тоже вас не успокоит. Почему это шило сатана обсадил в мягкое место? Ну, успокойтесь. Почему я за вами не гоняюсь? Ни одного человека в жизни не спросил. Какой веры? Вот встречаемся, дорогой, беседу. Вижу верующих. Но я не знаю, кто он. Во время разговора я немножко наводящий вопрос. Гляжу, ага, не православный. Дальше. А какой конфессии? Разное называть. Нет конфессии. Есть ересь и церковь. Номинация какая-то, деноминация. Деноминация, конфессия, это подменили слово ересь. Нет этого. Есть церковь и есть ересь. Мы православные. Мы не еретики. Ну, а ты считаешь еретики? Ну, мы еретики. Все, успокойся. Успокойся ради Бога. Не беснуйтесь только. Я ни одного человека еще в жизни не спросил, какой он веры. Ну, только когда уже близко знакомый, я говорю, себя к этому относится. Бывают очень похожие секты, но даже невозможно определить. Одинаковые окрас возникли в одно время, но друг друга не признают. Ну, вот, все. Теперь что? Показать, где мой мир. Вот, моя страница. Вот, тут кто-то подарок подкинули. Вот здесь выставляем многое оттуда. Здесь сколько у нас видео? 2166 роликов. Фотографии сколько? 18380. Почти все. Может, десяток только, которые не наши. Вот я мусульманскую вставил здесь, как девушки одеты. У ручья сидят красавицы. Вот я показываю. Ну, щелкните, вы увидите. Вот, просто, чтобы увидеть, могут мы наши составить или так нет. Вот, значит, она плохо открывает. Вот они сидят в горах. Как они одеты. Ну, посмотрите. Сравните со своими, которые ходят. И неужели душа не говорит, что это христианки сидят. Готовые христианки. Как они одеты. Какое целомудрие, благочестие сидят. Ну, гляньте маленько-то. Нет, они такие там шахидки. Ну, шахидки. Успокойтесь. Ну, гляньте, как они сидят. Слово одно только. Голубицы. Им не хватает только одного Христа принять как своего спасителя. Лищен своего. Вот так. Они молятся. Они послушные. Они не изменяют мужьям. А они до свадьбы сохранены все 100% девственницы. А у нас почти 100% все развратницы. Бэ, как Максим Сипоненко сказал. Что, на равных идем? И поэтому Дмитрий Смирнов говорит, что Бог отдает землю другим. Потому что мы недостойны этого. Ну, а теперь я показал наш православный видеоканал. Около 4 тысяч тут у нас этих. И вот чтобы помогли мне разобраться вот с этим. Как это? Ну, прям посоветуйте. Заблокировали, считай. Вот. Это мы посмотрели. Вот теперь дальше. Какие пирмы? Раньше писали. Христос среди нас. Меня зовут Владимир Гурбаликов. Будучи первым замом главного редактора ФОМЫ, я вместе с друзьями кардинально... Координирую. Координирую жизнь нашего клуба. Группа ФОМА ВКонтакте. Приглашаю вас, друзья, чтобы легче было поддерживать связь с группой. Буду рад, если напишете о себе вот здесь. У нашего клуба есть облегченные версии. Заходите, будем рады. О нашей команде можете узнать здесь. Кстати, очень рекомендую подписаться на нашу почтовую рассылку. С ее помощью можно будет следить за нашими новостями. Ну, понятно. Мне сбросили один ролик про человека. Он на Украине, где-то Днепропетровске. И он рассказывает. Я не мог оторваться, слушал его. Простой человек обыкновенный заканчивает высшее учебное заведение. Диплом, кажется, красный диплом. Да еще там от президента какая-то премия была. В число там лучших ходит. Заканчивает второй университет. Я, сколько... У него звучит я закончил. Ну, не ты же закончил. Мне это приятно видеть. Слово я бояться, который ничего не делает. А вы о себе говорите. Я насчитал столько я. Я у него насчитал я в 10 раз больше, чем у меня. И на каждом я, моя душа радовалась за него. И я говорил, я не такой. У меня этого нет. И вот он за рубежом. Он преподает там в университете. Как приехал. Приехал. И вот я увидел там баннер висит прямо на университете. Рекламируют наркотики. Я позвонил. И вот сказал я им это. Я, я сказал где-то. И каждое слово я показывает, что он с себя ответственность не убирает. Это ответственный человек. И как на него поднялись. И что там было. И как его выставляли. И он говорит это с улыбкой вся. На Украине. Я не знаю, как же имя, отчество. Он падает бритый стоит где-то в галстуке. Это мне очень не нравится. Но я порадовался, что есть такие люди, которые не мыкают мы. Как Павел говорит. Я более всех потрудился. Я был в гонениях. Я там был. Я это первое, что будет стоять перед Богом. Твоя личность. А личности нет. И поэтому они боятся этого. Ответственности. Игла. Ну, один говорит там что-то заходить. Я показал с нуля православную деревню. Так. Так. И значит, что тут? Я нуждаюсь в тебе. Я с тобой поговорить хочу. Я надеюсь, что священник не упадет на исповеди. Родился в 1986 году, 6 июля. По отцовской линии вроде белорус. По материной скабарь. Кто такой скабарь, не знает. Как национальность какая или что? Дальше. Рос на площади Тургенева, на Покровке. В доме священников, которые строили церковь. Которая была разрушена при советской власти. В 1996 году переехал на окраину после смерти отца, который спился. До этого воспитывался бабушкой. Чем очень рад. Она у меня была очень грамотная. С матерью не в водах. После переезда попал в плохую школу. Ну, на окраине. И много чего потом было там. Наркотики, тяжелая музыка, блудники. Но я не кололся, конечно, и не дышал. А истину искал. Психоделики, короче. Грибы, трава, сальвия, ЛСД. Короче, там 10 видов набралось. Потом увлекся философией Шопенгаура, Канта. Немецкая классика, короче. Получил образование электромонтажника в путяге. Кстати, специалист. И мне очень нравится моя профессия. Нравится электротранспорт. Когда мне было 22 года, я очень сильно влюбился. Но девушка мне отказала. И я полгода просыпался с мыслью самоубийства. Примерно в это время, ну, после Канта, я стал читать Библию, Новый Завет. И я поверил. Этой весной я причастился. Соблюдал пост. Все как положено. Но я спиваюсь. Я хочу каждое утро быть в церкви. Но у меня как-то не получается. Вот курить бросил. Даже вегетарианцем был 4 года. А вот церковь как-то не получается. А Крещен, кстати, был там, где Достоевский постоянно молился. В Никольском соборе. Чем как-то по-своему даже горжусь. Ну вот, вот это получается. Понятно как. Ну, что ему сказать. У меня этого в жизни не было. Но я знаю, решительно нужно порвать совсем. Может даже переехать. Должен быть труд до пота. Пост и молитва. Милостыни. Десятина. И молитва слезная. Просите у Бога слезный дар молитвы. Как это Бог дает, я вспоминаю. Когда мне Библию подарили, кому-то готовили, а тот не приехал. Ну, это в 62-м, в 63-м году было. В 1963-м. Протестантов там, 50-ники были. Но они решили мне подарить. Знаете, что я православный. А я на корабле работал. Навигационные дни. Ну, там же выходных нет в море. Но они добавляются к отпуску. И отпуск не 15 дней, а 2,5 месяца. Я думал ехать. Но было только Евангелие у меня. А потом Новый Завет. И они посоветовались, братья, решили мне подарить. У меня Библия. В то время это вообще... Вдруг со мной что-то сделалось. Я вышел в коридорчик. Там одежда висела. Я у Бога просил. У меня не было слез. Я сильный, смелый. Работаю на корабле. Учусь в высшей мореходной школе. Добился три курса сдать за один год. По выбору комиссии на английском, немецком или французском языке. С выходом за границу. То есть все время спортом занимаюсь. Готовился стать террористом даже раньше. Коммунистам отомстить. И у меня молитва есть все. Но я вижу не то. Я сухой. Не политая, не возрастивая. И вдруг как что-то дрогнуло во мне. Что ко мне Бог так близок. И Он мне Библию дает. И я поеду сейчас на Алтай с Библией. Где Библии вообще нету. Ну, там где я был. В деревне не было. Вот напали на меня слезы. Молодой, крепкий, здоровый. Ни порошинки, говорится, в глазу, ни алкоголя, ничего нет. Что сделать, я не знаю. И вот такая волна теплая радости. Господи. Да за что ты это? Значит, ты меня услышал, ты ответил. С этого момента у меня особое пошло в жизни. Близость к Богу. И они мне зовут Библию подать. Я не могу выйти. Только сказали. А я даже не дослушал. Вышел и ткнулся в одежду. И проплакал весь вечер. Вот как Бог это дает. И поэтому у меня такие моменты были в жизни. Человек вот отступил где-то, а я за него молюсь. Молюсь день, второй у меня обезвоживание организма от слез начинается. Обезвоживание. Вот был брат, он в армии, там что-то не так у него. Сказал, ну, уволиться от работы нельзя. А было тогда. Это два дня, если ты на работе не был, то не яд все будет. Я ни слова не говоря, пошел инструмент сдал. Скажите, что я уволился. Даже заявление не подал. Уже на поезд я еду в Москву. Проникаю в воинскую часть. Сейчас не помню, как, через забор перелез. И живу в казарме, то ли переоделся или как, пока брат не встал на ноги. И тогда обратно вылез и поехал. Для меня никогда не было преград, которые, вот я дошел и сказал, невозможно. Вот я всегда спрашиваю, а другие хоть один отоделал? Хоть один, если делал, я в след пойду уже за ним. Вот мы открывали, когда визу в Великобританию, ну, трудности, платят много. Ехать в другой город надо. Один вопрос. Ну, открывать можно, открывают люди-то. Все окончено. Но затормозили. В посольство. Да вас на пушечный выстрел не допустят. Еду в Москву, добиваюсь посольства. Визовой центр. Выйдет люди оттуда, англичане. Подарю им книги. То есть, как бы невозможно. Все возможно. С Богом все возможно. Вот я тебе это писал, стихотворение. Но если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то тебя подарка и не жди. Вот так. И дальше я могу местописание засчитать. Еремея 6, 15. Сидятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут и повержены, говорит Господь. Вот те, которые нападают, клевещут, все, это вас касается. Это не я угрожаю, Бог. Не стыдятся. Хамят. В три раза моложе меня, и хамство всегда против старшего, как сын. Это хамье. Новое хамье. Но и правильно говорит Степаненко. Новые люди подрастают. Что будет через 10 лет в церкви-то? Это волчатник выращивает в семинариях. Я уже говорил, как были, как они нападали, как лезут в драку. Старшие их все стоят. Дай ему морду. Козел тут бородатый. А прощенное воскресенье. Только отошли сейчас. Безбожники лютые. Семинарию наполняют. Это архиерея сказал Максиму Дмитриеву. Теперь он в гильце. Иезекииль 43, 11. И если они устадятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его. Вот тогда покажи. И второзаконие. Второзаконие, 21 глава, 20 по 21 стих. И скажут старейшинам города своего. Сей сын наш буйный и непокорен. Не слушает слов наших. Мот и пьяница. То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего. И к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего. Сей сын наш буйный и непокорен. Не слушает слов наших. Мот и пьяница. Вот он, который пишет. Вот я ему говорю. Вот такое еще есть. Дальше. Тогда все жители города его. Пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло истреби себя. И все израильтяне услышат его бояться. Слава Иисусу Христу. Да нет. Утром приветствия. Старшая сестра проверяет, как у нас дело стоит. Вот это сейчас у мусульман везде. А она не девица вышла. По Библии приведите к дому отца и убейте. А если дочь священника. А это серьезнее. Уже священник. Приведите ее. Костер сделайте. И сожгите живьем ее. Так это что? Вот это экстремистская литература. Экстремистская литература называется Библия. Ветхий Завет. У христиан этого нет. Но это что-то значит. Мусульмане это приняли. Он слышал. Мухаммад где-то. Говорили им это в видео. Вот берут интервью. 18 лет. 16 лет. Мальчик мусульманин. Ну у тебя сестра. Вот если она там будет встречаться с парнем. Говорится. Переспит. Зарежу. Сразу лицо помрачал. Ну у тебя мать осталась без мужа. Муж погиб. Но она просто не вышла замуж. А принимает мужика. Мать. Он только секунду думал. Зарежу. Понимаете? Я не призываю ни к чему. Я просто говорю. Вот это менталитет. Как их научили. Что мать ему не нужна? Нет. Чистота нации. Нам ни в какое сравнение нельзя близко подходить. Даже напечатали такое, что что-то он поспорил с сестренкой. Ну и решил за столом брякнуть это. Он и сам не знал последствий. Отцу и говорит. А вот наша-то. Отца-то показывает ее. Джигюль там, когда звала и какая. Она в кино снимается. Отец мимо пропустил слова это в кино. Ну так. Только она там с этим, с артистом-то целовалась. Целовалась? Ты целовалась с ним? Целовалась. Он тут же выхватил револьвер и за столом ее застрелил сразу. Вот об этом пишет Чингиз Айтматов. Отец, когда узнал, что такая она, где-то сказано, ночью в шатер пришел и задавил ее своими руками. Вы... Ну я говорю, в истории написано-то. Это библейские слова. Так. Есть весьма радикальное средство выправить этого пьяницу. И оно ныне исполняется у мусульман. Где их шариат государственный закон. Как в Саудовской Аравии, в Тунисе. Поехать туда и сдохла собака. Будет опять дурить голову на штахет. Вот так. У них это шайтанье кровь. А сколько у вас было пьяных? Ни одного. Ни одного? Ну, наркотики тоже продают. Я говорю, сколько за год? 51. Где? Где? Казнили всех. И не повадно никому. Там здесь шесть сидок идет. Первый раз попался, рука отрубили. Вторая рука. Третий раз голова. Жестокий. Ну я говорю, законы другие есть. Шофер пьяный. Его порют. Показано в Сингапуре, как ролик выставлен. Где-то. Вот так. Понимаете? Вот обратные работают. И интервью берут одни. У вас какие-то особые законы есть? Говорят, у нас есть закон, говорит, такой для женщин. Если женщина тонет, а я на берегу стою, я не имею права спасать ее. Так. Это же чудовищно. Ну ничего не сделаешь. Закон. Говорят, я стою. Мне охота спасти. Говорят, а мне нельзя. Иначе я голову потеряю. Я ее спасу. Она будет жить. Но меня казнят. Так это сколько же у вас за год? Женщина-то утонула. Он говорит, а вы скажите, вы где живете? В Лондоне. А сколько у вас утонуло? Ну, говорит, прошлое было 300 человек. А у нас, говорит, до 300 лет ни одна женщина не утонула. Как так? А вот так, говорит. Мать ей учит еще в ванной маленькой девочке. Учись плавать. Тебе надеется ни на кого. Женщины разрешено мужчин спасать. Но не наоборот. Понимаете как? У них строго, да, пьяницу казнят. Сколько казнели? Он говорит, 12 человек в этом году было. 12 в году на весь мусульманский мир. А у нас сколько от пьянства гибнет на дорогах людей? Сколько аварий? Это значит, что? Я никаких выводов не делаю. Но голова должна подсказать. Дальше. Ну, это тут уже такое было. Некачественная запись. Мы не можем ничего лучше сделать. Это кто такая? Юлия Анжум. Спасибо Господи за ваш труд. А фотографии просто потрясающие. Слово потрясающие. Я понял, что не надо его говорить. Потрясающее там, где дух трясет. Я по всему и долго исследовал это слово и нашел. Потрясающее там, где действует Господь, потрясает горы. Вот какой. Влад Барабанов. Видишь, какой мужчина. Что? Доброй ночи, Игнатий. Посмотрел ваши фото по деревне Потеряевки. Очень приятно. Даст Бог, когда-то мы все вместе... Когда-то мы все будем вместе. Во Христе, в Царстве Его. Мир все дальше от Бога. Лукаво не дремлет. Делает свое дело. Жаль Россию. Мы занимаемся работой с алкозависимыми. Немало их узнает Христа. Их жизнь меняется. Но, к сожалению, так это немного на фоне общей картины в стране. Вот так. Сергей Урсегов. Деда Игнатий, я считал себя глубоко верующим человеком, но упал, даже не упал, в 2007-м, не употребляя наркотики, относился к ним категорически, но уже месяц начал употреблять дешевый наркотик. Не могу бросить, отошел от Бога, не могу молиться, помогите, что делать. Вот видите, он знает как. У меня было... Ну, люди приходят, я в университете только... Я в пяти университетах вел занятия. И вот в техническом, это большой университет, 21 тысяча студентов, там, кажется, из 18 стран. Ну, и приходят, двери открытые, любой может, из администрации краевой, из ФСБ, там, приходят люди, каются люди, новые люди приходят. И один ростный такой мужчина сразу вышел и с нами пошел. Если курит, то мы говорим, бросай курить. Если курит, от тебя запах, и с папиросами придешь, занятий долой. Ну, и отучили многих. И вот он идет и говорит, да, вот сегодня я уверовал, я иду, ну, внутренне, конечно, я почувствовал удовлетворение, да слава Господу. И вот сегодня я поверил, говорит, что я неверующий. Я так отступился, как так? Да я же считал себя верующим, причащался, а послушал, как в Евангелии написано, да какой я верующий-то? Мне сначала надо все начинать-то. Я говорю, да, именно так. Как Игнатий Бридичинов говорит, если ты не испытал страха Божия, что ум твой в гиене, как пим великий, говорит, начни сначала, а то я люблю, я любовь, остановись. Начало мудрости, страх Господень. Я поверил. Вот я еду дорогой, раньше было еще, ну, и магнитофон с собой на батарейках, я включил, и ярло песни, говорит. Вот мужчина говорит, вот этот человек, вот который говорит, я поверил, что он верит. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе неба являлась, дрожащая к небу, рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. Это проповедник Беда, Умея. Или у Яхонтова есть, даже могу неправильно сказать. Настя Молдовчук. У вас очень красивые фото, помогай вам Бог. Дальше, вот, минуточку еще. Дальше. Это более раннее сегодня я добавляю к этим. Вот. Александр. 2013 год. Александр Боголюбец. Игнатий Тихонович, живите долго. Вы несете не только свой крест, но и уцепившихся за него. Слава Богу. Интересно как. Вот. Благодарю, Александр. Это уже прошлое. А почему это вот тут один и тот же человек? Это переносит кто-то мне из контактов. Прошу, сами заходите на наш форум. Если кто не знает, ну форум где, вот он где наш форум. Вот я его здесь просто показываю. Вот он форум. Вот он форум. Зарядите Яндекс. Заходите сами. Это огромный форум. Вы найдете все. Вот сейчас буду выставить, думаю, сегодня эту тему, припадать на первое место о Новом Годе и о Рождестве. Вот. Нет, это не то я уже сделал сейчас. Видишь, как вот. Где я сейчас был-то? Вот здесь вот, наверное. Нет. Не здесь. Ага, вот. Дальше. Ирина Шинкарь, Гришина. Добрый день. У вас и правда красивое фото? Помогай вам, Господи. Ну а их у нас 18 тысяч. Заходите на Mail.ru. Смотрите. Надя Александрович. Дай Бог здоровья. Очень рада за выставленную информацию. Фотографии очень проникновенные. Благодарю вас. Вот видите, как всем нравится. Анатолий Федоров. Это говорят, вы сами придумываете. Ну как я придумываю? Это люди, живые люди. Зачем так вот подразумевать-то? Ну даже не додумываешься. А вы сами вопросы задаете, сами отвечаете. Ну чего бы я ради. Это 4 тысячи себя вопросов задал. Да у меня как-то было такое. Сидит здесь я романах. Очень печатал на панаил судников-то. А я сзади хожу. А мне плохо слышу. Я везде там в университетах, в школах, в техникумах. На радио поступали. Я три радиопрограммы вел. В отделах во всех милиции, воинских частях, на заводах. И набралась там в мешочках. И кто-то говорит, да вы это озвучьте. Вот это что-то. Ну то есть напишите. Я тогда взял, вывалил кучу их там, ну там тысячи две с половиной этих бумажек-то. Приехал в священник, он с ногами залез на кровать и сидит выбирает какие вопросы. Отец Владимир, я скажу даже, Карелин. Он не обидится, что я назвал его. И вот он говорит, я выбрал какие мне вопросы. Ну мне подает их. Ну я даю, озвучу. А тот печатает сидит, на машинке печатает. И я отвечаю. Он говорит, вот я набрал 10 вопросов и ответил. Там несколько часов. Ни на один вопрос я, говорит, не ответил правильно. Я теперь вижу. Я его не убеждаю. Но у него уже свое мнение было. Но когда я ответил, он понял, у него ничего нет. И вдруг все высыпалось. Это хороший человек, хороший батюшка. Московской патриархии. Тут разные священники бывают. Ночами архимандриты приезжают. И наши уставы фотографируют. Мы у себя сделаем. Никто ничего не мог сделать. Система. Система тотальной лжи, трусости и корысти. Вот я на все, что вокруг меня, я могу сказать. Друзья отступают. В день отречения, в 17-м году, 2-го на 3-го марта, царь Николай II Романов написал. Вокруг измена, трусость и обман. Вокруг измена, трусость и обман. Ходили, разделяли искренние беседы. Вдруг ни с того ни с сего стал против. Собирает людей против меня. Ну зачем это? Это не надо делать. Вам пользы никакой нет. У меня завтра не будет. Вы будете искать. Как Мартин Лютер сказал. Папе, меня не будет. Я буду не хватать тебе. Видите, какое чистое лицо у него. Какая замечательная девочка. И что он пишет? Здравствуйте, Игнатий. Я был наркоманом и алкоголиком. Уверил в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И жизнь стала новой. Я мало что знаю православие. Но мне интересно. Скажите, пожалуйста, что самое важное в вере? Я уже отвечал ему. Вот посмотрите. Вот где обратился какой-то, как там Юрий Богачев, там Виктор Клименко, там перечисляет где-то. Настоящие певцы, всемирно известные, заслуженные артисты СССР. И все они в сектантах. Причем православия нету никакого. Обман. И когда я его увидел, Богачева, там один, говорит, поп его знакомый был, я, говорит, ходил, может, выпивали вместе. Ну что, сектант, не подох ты еще на другой стороне улицы? Я, говорит, с женой иду. Хамье. При жене рядом ребенок идет, а дети два олимпийских чемпиона. Юрий Богачев. Он вопис, почему? Вера отслышания. А что в церкви может человек услышать? Я пришел, сказали, посетить надо, парализованный лежит. И он вот так вот, у него такая шейная, вот так шевелится, ему палочку сделает, библия, он ртом, палочка такая перевертывает страницы. Я зашел в православный храм. Ну, я, говорит, хотел Бога найти. Молодой, представительный, высокий мужчина такой. Вот перечисляет Иван, Мария, Иван, Мария, Нина, Нина. Как один священник там, Тит умер, Тита, Тита, Тита. Как бы, вот тобой, а Морзянка, Тит, Тита, поминает кого. Я вышел, ничего нету. Гляжу объявление на столбе, приходите, там слушают, дают библию. Я жене говорю, давай сходим. Да это же сектанты какие-то. Вот начал говорить, только видно, что ты не православный уже. Мы пошли, ну вот я стал баптистом теперь. Так он умер там. Меня как раз водила наша Нина туда. Жел, это, Людмила Степановна Алфимова. Давай. Саша Саенко, пусть вас Бог благословит. Вы много для него делаете. Это говорят, так это уже не православно. Они видят, православные ничего это не видят. Им главное сейчас, чтобы разрушить, что есть. Люди, не было бы общины, ну и что, легче будет? Лагеря не было, деревни не было. То есть злоба сатанинская. Почему? Дмитрий Смирнов говорит, какая у нас у православных вера? Бесовская вера. Бесы веруют и трепещут. И люди хуже бесов. И кто их делает? Попы. Это, говорит Дмитрий Смирнов, в храме среди Москвы, говорит о мусульманах. Мусульманин везет бабкой, говорит, деньги не возьмет, в храм ты мать. Свой обязательно возьмет. Дальше кто? Виктория Быковская. Какая красавица. Здравствуйте, посмотрела ваши фотографии, очень красивые и искренние. Дай Бог вам здоровья. А которые нападают, ни одной фотографии не видят. Уничтожить ваши ресурсы. Ходят, деньги предлагают. Ищут модераторов. Уничтожить. Племя дьявола. Воспитали. Алексей Щапов. ТДС, не знаю что-то. Это жемчужина, да? С большой буквы. Вот как видите. Не все священники такие, значит. Еще что? Юлия Анджум. Какие у вас люди прекрасны. Излучает внутренний свет. И никто-то ректор такого огромного университета у нас. И всегда Владимир Васильевич побыл. Вышел и говорит, а что у вас за люди такие? Я говорю, что на занятиях в аудитории 410-й корпус В. Так у них лица светятся. Я говорю, как? Ну особо. Вы не видите? Я говорю, да вы что? Ну я говорю, я привык. Вот мы сидим здесь занимаемся. Приехал директор Исаев красного магазина. Только зашел и вот так сразу. А это что у вас за аура тут во дворе? Я говорю, какая аура? Ну вы же разве не чувствуете? Положительная аура. Это особое что-то. Приезжает другой директор. Точно так же остановился. А что вы за люди такие? Ты понимаете, у вас воздух весь светится. Вот видите как? Ко всем, кто погибает от наркотиков, табака, пьянства. Для них выше уже был от меня ответ. В конце ответа на материал и ссылка опорка терапии. То есть пороть надо? В Новосибирске есть Пилипенко. Платят деньги за это, порят и с них это уходит. Если серьезно хотите начать жизнь во Христе Иисусе, святую, трезвую, полезную, с полной самоотдачей к ногам Христа, то никто вам в этом не поможет так, как только Христос. Православные скажут, нет, это не православные. К матронушке надо, земельке надо, растворить в воде. Как пишет один, лежал, из-под него все текло. Теперь все это за святость идет. Да неужели? Не знаю. Без Бога все попытки вытащить себя заканчиваются смертью. Ввиду уже пропущенного времени и полного разложения организма храма. Это я отвечаю им. Это все самоубийцы и идут в вечное мучение, как изверги рода человеческого. Есть и те, кто переходит на иное, пусть даже и без прежних пороков. Они впадают в разные ереси. Царебожники, великодержавники, вскинхеды, лжепатриотизм. Но концовка та же самая. И только Господь Христос спасает и спасает навсегда. И ту будешь ненавидеть тот самый грех, от которого погибал. Иоанна 15, 5. Я есть младза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем. Тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Ничего не сделать. Римлянам 10, 11. Дальше. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Ефесянам 5, 12. Ибо о том, что не делаю тайну, стыдно и говорить. Вот это я отвечаю, все пропускаю. Все на этом, на сегодня. Сегодня у нас воскресенье. Если я не ошибаюсь, наверное, 3 декабря 2016 года. Всем желаю лучших благ в новом году. И в Рождество с Рождеством Христовым поздравляем мы. И простите меня ради Христа, чем я вас там заделал, обидел, сказал. Ведение, неведение, в уме, в помышлении, в воде и в ночи. Простите. Во славу Божию. Благодарю, Никита.